Военный летчик – профессия для щелковцев героическая и легендарная. Рассказать о ней молодым ребятам решили в Щелковском историко-краеведческом музее. «Я летчик» – так назывался урок мужества, который прошел накануне Дня защитника Отечества. Будущим защитником Родины провели экскурс в историю курсанты школы-интерната имени Трижды Героя, маршала авиации Александра Покрышкина, расположенной в колыбели авиации в городском поселении Монина. Именно там еще в 30-м году прошлого века появился первый в районе аэродром. По тем временам он являл собой образец технического совершенства с уникальной тридажной системой. Топливо прямо на взлетном поле по трубопроводу подавалось к самолетам. И по сей день в Монина располагается кузница кадров боевой авиации страны. Ребята или курсанты-покрышкинцы, как они гордо себя называют, признаются, учиться в школе-интернате с первоначальной летной подготовкой очень нелегко. Из поступивших 150 мальчишек в первый год не выдерживают и уходят 30-40. Учиться довольно-таки после обычной среднеобязывательной школы трудно, но если выдерживаешь, наша школа дает очень большой моральный опыт, как это все дело передеревать, перетерпеть. И дает большую подготовку тем, кто вообще-то в вояльной училищине. Чтобы стать профессиональным летчиком, надо преодолеть страх. При посадке суметь почувствовать, где она, земля, и коснуться ее по возможности мягко. В военной биографии полковника Александра Шалыгина, он имеет за плечами 370 боевых полетов в Афганистане и Чечне, случалось, когда от того, как выполнялась посадка, буквально зависела жизнь. Летели наши раненые солдаты. Пережив все это, ну как-то хочется, во-первых, жить, во-вторых, переоцениваешь свою жизнь, как нужно жить на этой земле, как нужно относиться к своему товарищу, как нужно относиться вообще к жизни. Героическое прошлое пересекается с настоящим. Мальчишкам и девчонкам, уже выбирающим для себя профессию, полезно познакомиться с теми, кто это уже сделал и уже поднимался в небо. Я лечу.